МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С миру по нитке. Так говорят о помощи. Когда каждый вклад в общее дело может быть невидимо мал, но важен. Как крохотная деталь механизма, без которой все рассыплется. Как шов на рубахе. По ниточке, по капле собирают средства на благотворительном концерте «Надежда на чудо» в помощь маленьким ребятишкам, которые борются с онкологическими заболеваниями. В прошлом году на этом празднике добра к проекту присоединились коллеги-журналисты из газеты «Наш город Заринск». Они собрали для отделения онкогематологии больше 500 книг. А еще привезли детям подарки и придумали акцию под названием «Нити добра». И вы знаете, мы тогда увидели, что ребятам, когда им даришь тепло, подарки, вот этот эмоциональный позитив, вот мне показалось, что они забывают о болезнях в этот момент. Конечно, нам захотелось еще и еще приезжать. И в этот раз мы приехали с акцией благотворительной «Нити добра». Мы вдруг поняли, что добро можно не только лепить, рисовать, его можно и вязать еще. «Нити добра» – это акция, которая дарит тепло во всех смыслах. Сотню шапочек, вязаных игрушек, носочков и береток связали мастерицы из Заринска для маленьких пациентов. А еще две прекрасные рукодельницы из этого же города откликнулись на предложение подарить тепло детишкам отделение и устроить для них мастер-класс. Мама и дочка Валентина и Маша Левченко решили, что самым интересным для малышей станет изготовление игрушек своими руками, а именно кукол-берегинь. Считается, что их нити сохраняют добрые мысли создателей. Во время творчества нужно думать о хорошем, а готовую куклу класть под подушку или носить с собой. Поэтому мы привезли вот эти нити, то есть кукол-берегинь, мастер-класс, и связанные шапочки, различные носочки, в основном шапочки, да. И вы знаете, за каждой шапочкой, за каждой стоит какая-то история. Люди приходили со своими историями, они приходили с пожеланиями выздоровления, они приходили с состраданием и с чувством понимания того, кому они их дарят. То есть, например, кто-то заходил и говорил, я год назад была лысенькая. То есть, я прекрасно понимаю, как детки там, и вот я связала. Кто-то приходил и говорил, вы знаете, я не умел вязать ничего, а вот сейчас вот научился, потому что заболел мой близкий человек, и я знаю, что там. Поэтому люди вот отзывались, потому что чувствовали свою какую-то к этому причастность и понимали, что они вот с помощью этих ниток тоже могут как-то помочь ребятишкам. Внимание и забота. То, что необходимо не только малышам, которые проводят в больнице долгие месяцы, но и их мамам. Время тянется очень долго, силы истощаются. Возможность отвлечься, заняться рукоделием, пообщаться с новыми людьми, научиться чему-то очень важна для тех, кто вынужденно находится в больнице. Здесь самая благодарная и добрая аудитория. Например, куклу увлечение, казалось бы, для девочек, но и мальчишки трудились на занятии с большим интересом. Ну, все равно же какой-то интерес появляется, и моторика развивается, мелкая какая-то, все равно же. И на месте тоже не нужно сидеть. Ты всегда стараешься на занятия прийти, да, посмотреть, поучаствовать? Да, всегда. И вот даже когда приходят им рисовать или что-нибудь, я всегда прихожу, не пропускаю. Рината. Рината. Почему ты такое имя выбрал? Потому что это вот тут вот. Мама. Мама так зовут. Молодцы девчонки приходят, как-то дети развиваются, чему-то учатся здесь. Вот здорово, быстро, пять минут и куколка готова. Все, кто приходят, они молодцы, занимаются с ребятишками, ребятишки как-то отвлекаются. На улицу нас не упускают, но мы занимаемся другими делами, отвлекаем ребятишек от всех других заброд. Мне понравилось, что дети сами, они как, ну, с уважением к этому относятся, не так, что, ой, ну, пришли и пришли, а так, что, ух ты, у нас праздник. И с тонкой, как ниточкой надежды, сплелась дорога добра и для Кати Гетманенко. Трехлетнюю девочку из Заринска готова принять на лечение столица. Деньги на перелет для Кати и ее мамы более 30 тысяч рублей. Собрали и передали земляки-заринчане. Подарить радость детям, а вместе с ней надежду, можете и вы. Ребятишкам, которые находятся в отделении онкогематологии, всегда нужны карандаши и краски, наборы для творчества, средства гигиены и лекарства. Также вы можете исполнить мечту любого малыша и подарить заветную игрушку. Присоединиться к доброй акции просто. Нужно всего лишь отправить смс со словом «Надежда» на короткий номер 7878 или опустить любую сумму в копилку с логотипом общественной организации «Мать и дитя». Они находятся во всех магазинах сети «Новекс». Положительные эмоции, улыбки и счастливые моменты дают малышам силы и помогают шагать по пути к выздоровлению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова